Добрый вечер, дорогие друзья! У нас будет вообще представление, не нуждаются, его любят, его ждут. Это наш постоянный гость, самый любимый, самый желанный. Георгий Михайлович Гречко, еще раз, пожалуйста, поприветствуем нашего гостя. Это не гость, я работать пришел. Да, да. Почему гость им? На полставки. Георгий Михайлович, мы еще раз повторю, очень рады видеть вас снова. Это наш диктофон, на который... А вот где у него вот это, да? Нет, с другой стороны, вот здесь. А вот это нет. Георгий Михайлович, очень рады вас видеть. Совсем недавно мы отмечали День космонавтики. Как он у вас прошел? Расскажите, пожалуйста, немножко, как прошел День космонавтики. Знаете, к сожалению, я болел, и он у меня скучно прошел. Ну, поскольку выздоровел, то хорошо. Браво. Ну, мне 83-й год, и уже раньше, когда идешь там лечиться, ну, в больницу, скажем, господи, ты точно знаешь, когда выйдешь. А в эти годы уже вообще не знаешь, выйдешь или не выйдешь. Так что, все хорошо, я перед вами живой. Здоровья вам. Так что, в этот раз не очень. Ну, единственное, что звонков 30, наверное, было поздравительно. Так что... Дорогие друзья, можно задавать вопросы, пожалуйста, если есть. Я подойду, потому что перед нами микрофон. Георгий Михайлович, ну, тогда еще несколько ответов про эту книгу, которую мы сейчас представляем. Вот. Отлученная до пришельцев. Расскажите немножечко о ней. Мы с вами до этого говорили по пришельцам. Вот. И вопрос, который часто, наверное, вам задают. Видели ли вы что-нибудь или кого-нибудь? Значит, это самое лучшее книжное. Всем я рекомендую, что ездить далеко или еда и далеко. Потому что безотказно. Если понравится, зачитайтесь, быстро долетите. Не понравится, заснете опять быстро. Так что, единственное, конечно, я очень люблю этот магазин, но издательство, по-моему, все присылают книги по 250. А здесь, по-моему, продают по 550. Вот это жалко, потому что я писал эту книгу не для тех, кто может заплатить 130. А вообще, открою вам большой секрет, я эту книгу не писал. Я ее дарю, уже раздалил, наверное, штук 300. Я не взял донорар деньгами, а попросил книгами, и дарю их. Мне тоже один бард, такой известный очень, подарил книгу, свою двухтомницу, но потом потребовал 2000 рублей. Я, значит, дарил, так как у нас раньше было принято, то есть без денег. И вот, не подумайте столько, что я говорю, что я не писал, значит, никого значить. Я почему так сказал? Я ее наговаривал. То есть, мне посоветовал Кисуненко, был такой человек, может, кто-то помнит его, что говорит, тебе не надо никакой помощник. У меня было несколько попыток написать с помощью журналиста. Ничего хорошего не получилось. Значит, особенно первую книгу я там диктовал, значит, ну, прям вот душу раскрывал. А когда прочитал там ничего, что я говорил, не было, он написал то, что он читал, а не то, что она говорила. А здесь он сказал, поставь, ну, я говорю, перед собой, а здесь посади кому-то, кому интересно, и рассказывай. И вот получилось удачно, потому что написано разговорным языком. Не письменным, а разговорным. Поэтому читается, вот мне все говорят, во-первых, интересно, во-вторых, легко читается. Так что, если кто-то хочет написать книгу, а написал я ее, потому что когда-то читал Яна трилогию. Очень интересно. И вот видите, что написано? Если человеку выпадает случай наблюдать чрезвычайное, как то извержение огнедышей горы, погубившее цветущее селение, восстание угнетенного народа против всесильного владыки, или вторжение в земли Родины невиданного и необузданного народа, все это видевший должен поведать бумаги. Вот в том, что здесь написано. Хотя нет, я видел подтверждение немцев, была война, и у меня стреляли. Я был мальчишкой, и я стрелял так, что это тоже было. И я решил, что многие люди не знают, что было до войны, во время войны, после войны. И я решил отобрать самое интересное, как мне кажется, для людей, чего они могут не знать. И вот то я и описывал. А видите, что когда это написано? А если вот тот, кто был свидетелем не обущен искусству нанизывать концом тростинки слова повести, то ему и следует рассказать свои воспоминания. Вот то, что я, собственно говоря, и делал. Опытному писцу, ну, лучше монитофона писца не бывает. Чтобы тот начертал сказанное на прочих листах в назидание внукам и правнукам. Это, в частности, знаете, я очень люблю Джек Лондона. И у него есть такой рассказ, как органавты в старину. Он, как старик, уже вот с моего возраста жил в семье, и все его там пинали, всем он мешал, никакого толку от него не было. И, в общем, он как-то обидел нас на всех и, значит, ушел с золотоискателями. И там в пропасть падал, тонул, голодал. И когда вот падал в пропасть, то он схватился за какой-то куст, куст вырвался, а там оказалось золото. И он пришел вернуться домой. С золотом большим, все его очень сильно полюбили, значит, все о нем стали находятся, все. И вот он сказал, он сказал так, что я, вот когда он остался чудом жив, когда он прошел все страдания, то он сказал, я вот теперь сяду у камина, зову внуков и расскажу им, вот как это все богатство мне досталось. Если они не поймут, я расскажу еще раз. Ну, если опять не поймут, я возьму полено и за ткань отхожу. Вот у меня примерно по этой книге получилось, когда я вернулся из первого полета. Он для меня был такой же трудный, вот как у этого старика поход за золотом. Тем более, что я летал, мне было 55-й год, и я над собой шутил, что всего был один дурак на Советский Союз, что летал в космос в 55-м, 55 лет. Теперь уже с 20-го, по-моему, еще виноград старше. Вот. И вот я лежу, а я же с детства мечтал о космосе. И эта дорога была, ну, не проще, чем у этого старика до золота. Ну, вот ты кто найдет эти деньги, купит, вы почитаете, через какие мне пришлось цернии в звездном пройти. И меня привезли, я еще, у меня был первый полет самый длительный в Советском Союзе, второй полет у меня был в самом длительном в мире, в третьем я был соавтором научной программы полета. Вот. И я еще плохо ходил, вот меня привезли в общежитии, там, в звездном городке меня положили в кровать, а мне еще и вставать плохо, и ноги не держат, и прибегают дети. Я, вот как тот старик, раскрывая душу, исполнилась моя мечта, понимаете, много, там, 10-20 уже, сколько там лет, 30, наверное, я шел к этой мечте, и она исполнилась. И вот я рассказываю, как все это было, что интересно. Они минут 10 послушали, говорят, знаешь, пап, мы там видели, у вас бильярд хороший, мы еще пойдем поиграем в бильярд. Вот я тогда хотел, как это старик, не полено, а киево от бильярда. Значит, отходите, чтобы они поняли, как это все. получается. Вот, поэтому, вот эта книжка была написана, потому что, если ты был свидетелем о тем более участников, то надо в этом продиктовать, и я, господиному Макокону, все это продиктовал. на всякий случай, вот тут есть, прямо в начале написано, читать не стоит, пропустить, так что можно и не читать. Ну, правда, можно прочитать иначе. Читать не стоит пропустить. Так что каждый выбирает по себе. Помните, была такая песня замечательная? Женщину, религию, дорогу, служить пророку или Богу, каждый выбирает по себе. Вот, вот такая история появления этой книжки. А кто этот ваш текст переработал в книгу? Какой-то человек он. Кто переработал, кто вообще записывал текст, кто превратил это в книгу? Значит, был редактор в издательстве Олма, но, честно говоря, так все-таки я перерабатывал, он как-то все пропустил, мне мои друзья это как бы второе здание, в первом нашли что-то 70 ошибок, я их все исправил, но они такого, знаете, скорее технического плана, то есть для читателей обычного они мало имеют значения, но тем не менее, в этой книжке тоже нашли десятки неточностей, так что опять я перерабатываю. Вот, ездил я на отдых, и я там уже все эти десятки исправил, сейчас мне еще один человек дал, знаете, очень интересно, вот, был такой совет главных конструкторов, вот, мы побеждали американцев в космосе, помните, да, и первый спутник, и первый человек, и первые стенки обратной стороны луны, может быть, даже вы помните, что когда мы сделали, а я рассчитывал эту хитрую траекторию вокруг луны, чтобы их фотографировать, и потом сбросить, значит, к нам в Советский Союз снимки, и вдруг приходят из Франции два вагона шампанского, оказывается, два винатела поспорили, что люди никогда не увидят обратную сторону луны, а мы это сделали, королеву достался ящик, там другим по бутылке, мне даже пробки не досталось, я эту очень хитрую траекторию все-таки выбрал, но я получил за все эти дела медаль за трудовые отличия, значит, это самая маленькая медаль гражданская, следующая уже за трудовую доблесть, ну вот на доблесть я не потяну, а на отличие потянула, у меня эта медаль, правда, она была сделана из такого же железа, и она уже сожжалила, но еще там можно развязать там нас, и все, и я очень горд, что эту небольшую награду я все-таки получил за участие в большой работе, кстати, вот знаете, ну это мое, каждый выбирает по себе, я никогда не хотел быть первым, мой девиз был так, достойно участвовать в достойном деле, и так мне в течение жизни это удавалось, а после своего второго космического полета, я был первым в том смысле, что на всей земле не было космонавта, который бы летал 4 месяца, все наши к тому времени там максимум было 3 месяца, а у меня уже было 4, но я говорю, что для меня это было не очень важно, я по сути ученый, кстати, это мне помешало вы знаете, все-таки когда там говорили, что нам платят вешеные деньги, и вообще у нас открыт еще сберегать, и мы можем прийти, выписать две волги сразу и получить на самом деле у нас была зарплата, 350 рублей была зарплата, потом я защитился, и я потерял зарплату, в общем, 14 рублей мне добавили, защита тоже было интересно, не было понятно, сядет на луну, вот конструкция, которая была, луна 9, луна 13, конструкция была такая, характеристики были такие, что то ли сядет и останется целой, то ли разобьется, и никто не мог посчитать, мне удалось создать сначала новую методику расчета, потом посчитать, и по моей методике сажали, слуху, 9, луна 13, она не разбилась, а я все время был на живой работе, причем, я был начальником группы, у меня была женщина, которая была математикой, а задачи нам давали механические, физические, поэтому приходилось сначала физическую задачу переводить для нее понятно математический вид, потом у меня такой же был парень, немножко больной, но как математик, очень кружить, вот он рассчитал вот эту стеллу, потому что художник нарисовал эту стеллу от уголового ДНХ, где ракета, но надо было ее сделать, а чтобы сделать, надо было раскроить титановые листы, и вот эту задачу я ему дала, и он решил, и получил даже больше, чем я получал, значит, за руководство этой группы, и в общем мне некогда было совершенно защищать эту ситуацию, а потом мне знаете, в жизни вот такая была песенка, да, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло, я сломал оказывается, повезло, потому что у меня образовалось свободное время, и я эту диссертацию уже изложил в виде кирпича, как говорили, который там 20 минут позора, и ты кандидат, мне устроили такую голову, тела даже в институте, что там было не 20 минут, а там 2,20, но зато я думал, что я сделал чего-то толкового, и защищался я на костылях еще на прошках с парашютами я сломал ногу и надо мной шутили, что когда плакаты висели на стене, а я на костылях ходила в плакат и тыпал с костылям, чтобы что-то объяснить, мне сказали значит потом пошутили, что ты когда не смог ответить на вопрос и делал вид, что не можешь подойти к плакату на кустылях как было ступенька, и поэтому в общем эта диссертация мне трудно далась, в общем все мне все трудно дается, знаете, вот, и я вот опять же считаю, что это хорошо, потому что если у человека нет трудности, он не поймет и радости и как-то мы поднимали тост за детей и ребята говорят, за то, чтобы у наших детей было жизни легче, чем у нас. Я сказал, я такой не буду, тост я не поддержу, потому что пусть все-таки жизнь будет трудной. Тогда ты ощутишь всю жизнь и трудности, и радости, и сомнения, и отчаяния может быть тоже. Так что мне всего хлебнул я и защитился. и в результате эти серии не разбились. Там была такая рекомендация, которую никто не мог понять. значит, когда падает на луну вот эта значит, последняя ступень посадочная, то вроде бы есть смысл ее тормозить, 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 и когда она совсем затормозится, зависнет, выключит двигатель, и она упадет. А я дал рекомендацию оставить там чуть ли не 5 метров в секунду. Мне говорят, ты что, с ума сошел? Посадочная ступень держит всего 20 метров в секунду, а ты хочешь еще туда добавить 5 метров. А просто это было как-то не сразу понятно. А на самом деле, просто там такие разбросы были мощные тогда у систем управления, у двигателей, что надо было сократить вот это время от выключения двигателя до касания. И вот, хотя оставали, оставляли скорость вот эту 5 метров, зато это быстро проходили, и в результате было меньше. Сначала меня не понимали, что-то рекомендуешь. Ну, потом все это хорошо. Я уже заговорился, забыл, зачем я это все. Сказал, может быть, вот зачем. прошло много времени, я приготовил докторскую диссертацию по исследованию атмосферы Земли из космоса. там наибольшем, нет, я что-то в науку полез, не буду, лучше сейчас я закончу, а вы знаете, другой вопрос, а кто это никогда не закончу. Вот, значит, я... сложнее, чем космический карантин. Не хочется. А, вот, отключить питание. Справился. Вот. И опять та же самая история. У меня материалов достаточно, а время отпечатать, написать реферрат, получить отзывы, значит, нету. Я работаю, у меня работа горячая, и я там пришел к генеральному и говорю, слушайте, вот, когда у меня был материал на кандидатскую диссертацию, то я сломал ногу, и у меня образовалось время защититься. Вот сейчас я собрал на докторскую, так что, у меня опять ногу была, что ли? Значит, он засмеялся, дал мне там что-то три месяца без содержания, без зарплаты, и я засидел докторскую. Куда-то меня унесло. Задавайте другие вопросы. Вопросы, пожалуйста. Это самое интересное. Георгий Михайлович, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот, ваш статус космонавта, исследователя, дважды героя Советского Союза позволял вам общаться с лидерами нашего государства. Вот скажите, вклад, кого из них наиболее велик в освоение космического пространства и превращение нашей державы в великую космическую державу? И вот знакомство с сильными мира сего позволяло ли вам решать какие-то вопросы насущные для, может быть, космического отрасли, а может быть, для обычных каких-то людей, ваших знакомых, например? Спасибо. Ну, говорят, что если кран течет, вы все обращаться к Путину и его, значит, отремонтируют. Но, знаете, пока вы формулировали вопрос, я вспоминал, я ни с кем из первых лиц не общался. И даже было наоборот. Когда на какой-то такой встрече там в Кремле по какому-то поводу там был Горбачев. А я Горбачеву не уважаю. Ну, могу даже его предателем считать. Он взятки получал там от южнокорейского президента. В общем, потом он такой был хитрый, он сам никогда решение не принимал. В общем, я его сравниваю со змеей. Но это мое мнение, я не застаиваю, что я правду, что он крутился, крутился, пока сам себя заход и не укусил. И вот на этом приеме он один раз так ко мне ходил, я скорее убежал, чтобы не попасть на снимок вместе с ним. Потом видимо, он опять случайно подошел, я опять убежал, в конце концов, я с этого приема ушел, и в результате изостроном, который он довел на ручки, я на него сердит, и еще у меня личная обида, там в это время появились очень хорошие абрикосы, и я так и не успел попробовать, пришел, уйти с этой встречи. А вообще раньше там были приемы очень хорошие вот в этом Кремлевском 20 сетях на последнем этаже там был такой зал громадный, и стояли столы, и на этих приемах раньше нас приглашали космонавтов, офицеров приглашали, вот, и это было очень интересно, потому что люди были вот очень знающие, очень интересные своими знаниями, вот, руководство сидело там на сцене, и к ним подойти было нельзя, а вот так и интересные люди были, и знаете, один раз такой получился разговор случайный, космонавт Макаров с Царством Небесное громко сказал, и дураки же наши руководители, а оказалось, что сзади стоял какой-то крупной рукой, но не Брежнев, не Кручев, ну какая-то шишка, и он ему услышал эти слова, я сказал, знаете, вот, может быть, он же сказал, что ну и дураки же наши были, а этот человек, один из других сказал, вот, знаете, вы ошибаетесь, может быть, мы сволочи, но они дураки, так что, мне в этом смысле не посчастливилось, самый большой человек, которым я встречался, это был Миронов, вот, партия справедливости, и он, значит, был в этом не в думе, а вот, забыл я, как называется, вот, он достаточно интересный, человек, у него была коллекция потрясающая минералов, вот, потом его помели, заменили, вот, но я с ним встречался, потому что мне казалось, что вот партия справедливости, это то, что нам с вами надо, мне казалось, вот, с моих 80 лет жизни, что вот советскому человеку, российскому человеку, ну, особых богатств не надо, там, особо, он, чтоб его весь мир знал, не надо, но он переживает за справедливость, то есть, ну, так мне кажется, что мы, вот, русские, славяне, как хотите, значит, для нас важно справедливость, а что получается, мы и рождаемся несправедливыми, потому что одни в хромах, другие, там, чуть ли на свалке, мы учимся несправедливо, вот сейчас у нас нет хороших инженеров, потому что в институте можно купить диплом, и не надо ходить, мучиться каждый день, значит, учиться, знаете, и даже, вот, сейчас мне приходится много лечиться, и я, когда в аптеку приду за лекарствами, целым списком, я покупаю, покупаю, потом думаю, ну, все-таки вот сейчас, что дешевле, что вылезли, или что тебя похоронили, примерно одинаково получается, то есть, я считал, это несправедливо, и поэтому я считал, что партия справедливости, она должна единую Россию победить, и, значит, установить в нашей стране справедливость, мне, кроме справедливости, ничего не надо, но, потом я понял, что это карманная партия, значит, что она совершенно не такую справедливость, что она сначала выступает, болтает, а потом делает все, что ей прикажет другая партия, вот, так что, вот, с Мироном я встречался, когда я понял, что это не аппозиционная партия, а болтовня, я перестал терять время, ну, в общем, вот, не повезло мне с руководителем, не помню, а, не знаю, повезло, сейчас я закончу, повезло, вот, видите, я сейчас вам говорю то, что думает, а человек высокого рангого не сможет говорить то, что думает, его пометут мгновенно, так что, у меня все-таки есть преимущество, что у меня один только начальник это жена. Спасибо, Лавич, еще вопрос, пожалуйста. У меня вопрос, ваше мнение о будущем обитаемой или пилотируемой космонавтике. Спасибо. Вы знаете, ну, я космонавт, у меня какая-то заинтересованность, я не объективен, хотя сейчас вот Ланчаков, он летал один раз, потом готовился к полету, потом сказал, что есть вещи более интересные, чем космический полет, я этого не понимаю, я этого не понимаю, ушел из экипажа, ушел из звездного городка, я думал, куда же он ушел, где же такое интереснее, чем в космосе, оказывается, он ушел помощником в Роскосмос, и сейчас убрали очень знающего и опытного Крикалева, и вот этого Ланчакова назначили руководить обучением космонавтов, хотя Крикалюр в общем обучении шло и наших космонавтов, иностранных очень даже прилично, вот, значит, таким образом появились, а, еще один космонавт, Жуков, он тоже ушел из звездного городка, пошел с Колгарой и чем-то там, вот, касающийся космоса занимается, так что вот космос уже не тот, который он когда-то был, но я вот, вы же меня спросили, я буду свое мнение говорить, я за то, чтобы в будущем был полет на Марс, значит, что за, потому что люди должны себя уважать, люди должны всегда идти за горизонт, горизонт меняется по мере того, вот, когда-то горизонтом человека была пещера, а смелый вышел из пещеры, там всякие саблезубые цигры, там все, но он вышел, а следующий переплыл на каком-то дереве реку, но он переплыл, а потом переплыли океаны, потом перелетели, потом вышли в космос, то есть все-таки человечество шло, каждый раз появлялся новый горизонт сюда, сюда, и человечество за этим горизонтом шло, вот сейчас таким горизонтом, по моему соображению, значит, является Марс, ну, вы, естественно, скажете, что я не прав, потому что у нас и с больницами плохо, и с лекарствами плохо, и с зарплатой плохо, значит, какого черта тратить большие деньги на этот, непонятно, зачем Марс, там золото нету, и бриллиантов там нету, и нефти там нету, и грязи там нету, ничего там нету, вот, а я на это так отвечаю, понимаете, сейчас накоплено оружие уничтожения, ядерное, так что кто-то посчитал, что все живое на земле можно уничтожить 11 раз, 11 раз уничтожить, потом, значит, добить то, что осталось, потом еще раз добить, если что-то осталось, и так 11 раз, зачем 11 раз, три раза вот так достаточно, поэтому, если из денег, которые тратятся на вооружение, хотя бы один процент, ну, два пускают, вынуть, обороноспособность стран от этого не поднимется, а денег хватит на все, и на жилье, и на лечение, и на чистую воду, и на все, человеку надо, и даже на морс хватит, поэтому, я считаю, потому что, знаете, вот, Ханц сказал, да, что, нет, ну, я, суть, только передам, я слова точно не могу высвойти, что, нет ничего прекраснее звезды, вида звездного неба над головой и гармонии в душе, значит, гармонии в душе, по-моему, нас уже нет, осталось только звездное небо над головой, так, все-таки, вот это надо ценить, потому что, если мы не будем смотреть на небо, у нас шея может стоять, как у хрюшки, как у свиньи, и она захочет посмотреть на небо, а не сможет, она же не может поднять голову, и тогда по что мы превратимся люди, мы же все-таки были пионеры, мы куда-то стремились, мы столько всего изобрели, вот, знаете, когда я задумался, когда я вышел в открытый козу из станции, и мне надо было осмотреть узел стыковочнику, потому что, возможно, он был поврежден в предыдущем полете, и, если надо, у меня был специальный инструмент, из-за этого инструмента у меня потом неприятности были, но я сам, видно, притягиваю неприятности, вот, и я, в темноте там работать не надо, у нас тогда этих вот фонарей на шлеме не было, и вообще, в темноте можно было просто отдохнуть немножко, прийти в себя, и, там, такой фильтр из тонкого золота, когда солнце светит, то этот фильтр надвигаешь, и сквозь него, сквозь золото, все-таки свет пробивается столько, сколько надо, когда солнце, ночью, вроде бы, наоборот, темно, и этот фильтр не нужен, нужен, потому что, если его не закрыть, тогда запотеет стекло, а стекло запотеет, ты ничего не увидишь, работать не сможешь, вот, там много всяких хитростей, но, к чему я клоню, у меня было 20 минут свободного времени, когда я должен был просто замереть, чтобы там в темноте ничего не снести, потому что там разъемы электрические, их там пальчиком, можно сказать, а у меня перчатка, она, когда наддул, она как железная, поэтому особо руками махать тоже не делала, и вот, что мне пришло в голову, что, ведь человек очень слабое существует, значит, вот, сейчас здесь, через час будет уже труднее дышать, и нам уже плохо, а если бы отопление отказало, нам уже холодно, случайно там на кнопку наткнулся и уже скрикнул больно, ну что же, такой, он какой-нибудь там бронтозавр, или крокодил, его, не то, что, иголка, его и нож не возьмет, вот, и в то же время, вот это слабое существо, силой, своей мысли, взлетело в космос, там нет воздуха, там радиация опасная, пустота, метеориты, ведь вот, метеорит с булавочной головочкой, со спичной головочкой, пробьет тебя вместе со скафандром, потому что скорость в несколько раз больше у него, чем скорость пули, вот, а он туда полез, и вот, чинить прелест, значит, стыковочный взлет, знаете, то есть, вот я понял, что, могущество человека, которого природа дала физически немного, ну, умственно, правда, мне кажется, мы сейчас теряем ум, деградируем, но еще пока немножко осталось, и вот, мы в космос вышли, и там работаем, а потом я вдруг заметил, вот торец, на котором все эти разъемы, которые, а на нем отражение, вспышки, ну, я сначала так не обратил, я думаю, вспышки, вспышки, двигатели работают, там, ориензация, и вспышка, а потом я сообразил, что, я же нахожусь в пустоте, и от двигателей на том конце станции, сюда, свет не может прийти, потому что свет распространяется в какой-то среде, а там никакой среды нет, а, смотрю, ничего не горит, потом повернулся на землю, оказывается, мы летим над Африкой, а в Африке грозы, вот за один раз, не одна гроза, а может быть, 20 гроз сразу, и молнии на земле, отражаются, и в космосе, мне, торец освещает, я подумал, рано, как человек, загорделся, природа, даже, там, в космосе, меня, достает, и поэтому я считаю, что все-таки человечество должно идти вперед, человечество должно остаться пионерами, человечество должно остаться, человек должен остаться человеком, а не потребителем, вот, ну, хотя есть тоже хочется, конечно, и, поэтому я за полет на Марс, но не за счет больных детей, а за счет того, чтобы мы могли себя уничтожить не один раз, а только 10, вот, 10 достаточно, а зато на Марс можно лететь. А почему не Луна, Ирин? Сейчас скажу, почему не Луна, понимаете, я же сказал, горизонт, он все время отодвигается, ведь горизонт нельзя достичь, вот, когда мы идем в горизонт, да, он отступает, и вот был, когда-то горизонт Луна, сейчас все-таки горизонт это Марс, Луну мы более-менее изучили, ну, процентов на 90, мы понимаем, что там и как там, и ради вот этих оставшихся там 10 процентов тратить вот силы человечества и средства, мне лично кажется, это уже неинтересно. Один, есть, значит, аргумент, вот против того, что я говорю, то, что там есть гелий-3, значит, гелий-3, это возможность неограниченно добывать энергию, поэтому, казалось бы, надо туда летать, этот гелий-3, лопатой грязь 7, и из него добывать энергию, не надо тогда ни нефть, тем более, что уже давно было сказано, что сжигать нефть, это все равно, что сжигать деньги, чтобы получить тепло там и свет, вот, потому что из нефти можно очень много делать полезных вещей, а это дало бы, этот гелий-3, его там навалом, расходы, и энергия у тебя будет, но, то есть, вроде, аргумент сильный, но, если, вот, взять лет, наверно, 45-й год, 50, 60 лет уже, значит, 60 лет человечество мечтает поставить на службу человека ядерную энергию, не ядерные бомбы, которые как раз вот и уничтожают нас на земле, а ядерную энергию, и смотрите, 60 лет, такомах был, этот вот гигантский, да, а энергии нет, и вот я подозреваю, что гелий-3 привести не проблема, а вот энергию, которая там, теоретически, есть, может быть, тоже 60 лет не извлечешь, поэтому я особого смысла не вижу, я считаю, что человечество должно идти дальше, за горизонтом, а горизонт уже от Луны, мне так кажется, ушел. Единственное, что бы я сделал, я бы на Луне поставил по целескопу. Дело в том, что вот, вы знаете, был Тунгусский метеорит, был, Сибарапульский метеорит, я считаю, что это были не метеориты, это были ядра комет, но взрыв от Тунгусского метеорита, я там был несколько раз, там несколько миллионов деревьев вырвано с корнем, причем гигантские деревья, в корнях вот такие камни, то есть эти деревья росли значит, на камнях, корни вцепились в камни, а деревья лежали как спиченки, особенно тогда, в 60-м году, когда мы туда ездили, миллионы деревьев лежали и там считали, получилось, что там сотня или даже тысяча бум сброшенных на Керосиму, Тунгусский метеорит. Если бы он прилетел на 4 часа позже, то от Санкт-Петербурга ничего бы не осталось, мокрое место. Вот. Чебарапульский, он как, то ли, 20 вот или бум сброшенных на Керосиму на порядок меньше его разрушительная сила. тоже повезло, все-таки он не над городом взорвался, немножко пришлось, похоже, там стена упала, стекла побили. Кстати, значит, если вы увидите метеорит летящий, вот как темборгой, да, отойдите от окна. Потому что, раз вы его видите, значит, вот этот взрыв, который вы видите, он был несколько секунд тому назад, или доли секунды. Потому что свет дошел до вас со скоростью света, 300 тысяч километров в секунду. И поэтому вы его увидели. Сразу надо убегать от окна. потому что со скоростью звука 300 метров в секунду придет взрывная волна, и ваше окно разобьет, и этим стеклом вам нанесет травму. То есть, если бы люди знали эту простую вещь, было бы не тысячи там пострадавших, ну, а 10-20. А школьников ведь учили когда-то, что делать там, если атомный взрыв. Оно уже забыли, я не знаю, чем учат, но все кинулись к стеклам посмотреть на этот взрыв. В результате больше тысячи пострадавших. Так что, вот, я бы Луну оставил, я бы там поставил пару телескопов для надежности пару. Почему? Потому что, чтобы увидеть, ведь мы же прозевали, и Тунгурский метеорит, и Чебаркунский, и много других, и Витимский, потому что с Земли они подходят со стороны Солнца, и их просто не видно, а когда видно, уже поздно. А вот если поставить телескопы не только на Земле, но на Луне, или в точках вибрации Земля-Луна, то можно увидеть вот такой метеорит на подлете. Причем не такой. Все-таки вот этот Чебаркунский метеорит там считается был 20 метров в диаметре. Тунгурский по-моему было 150, а летают метеориты полкилометра, километр, жизнь на Земле может прекратиться от удара такого метеорита. И вот чтобы его предотвратить, хотя бы увидеть предупредительный, нужно телескопы разнести бадах. То есть Луну можно использовать, но это мое личное мнение, я уже не могу ошибаться. Это я раньше не ошибался, потому что был молодой такой. Так что вот мое отношение к Луне к Марсу и к будущему к космонавту. Ну и последнее можно сказать. Значит сейчас вот мы из-за Украины поссорились, значит с Америкой, а у меня папа украинец, мама белорусская, а я русский. Ну я родился в Ленинграде, учился в русской школе, знаю русский еды. Вот так вот конечно я переживаю за отношения с Украиной, конечно вот честно говоря мы потеряли по-другому Крым и приобрели его сейчас не совсем так законно. Ну важно значит потеряли не очень законно, вернули не очень законно, значит слава Богу, американцы сказали не будут с нами в космосе работать. Правда, ну на МКС они без нас это отнимут. Варла недель что прокрутит? Но вот отсюда я услышал Рогозин по-моему сказал, что вот мы полетим на Луну в 20-х годах и на Марс в 30-х. И американцы нет, по-моему на Луну в 30-х на Марс попозже и американцы хотят в 30-х лететь на Марс. Ну китайцы уже теперь не отстанут тоже полетят на Марс. И большего идеотизма придумать нельзя. Потому что лететь на Марс нужно в определенный день определенного месяца. И вот мы можем все представить как из России из Америки из Китая стартуют три корабля и каждый независимо летит на Марс. По-моему чушь. Конечно вот за чего я об этом заговорил. Конечно полет должен быть международный. Потому что во-первых это дешевле. Во-вторых все-таки в каждой стране что-то делают лучше что-то а в другой другое лучше. И когда собирают все лучшее со всех стран то мы тогда говорим что это даже не сложение а умножение получается. вот а каждый запускает свой доморосленный корабль на Марс это конечно можно сгоряча вот когда мы сейчас из-за Украины значит спорим ну я надеюсь что все успокоится и все-таки полет на Марс мой любимый будет международным и все страны вместе Вашей специальности в 1973 году заканчивал химкинский механический техникум он готовил специалистов для таких заводов как Нагомаш лавочкин и другие но потом я стал юристом которым остаюсь сегодня вопрос не связан с Украиной есть такой кинематографист Юрий Карр он готовит трилогию о Королеве Карр? да как Юрий Карр и первый фильм вышел в 2008 году Королев хороший фильм затем он стал готовить другой фильм главный конструктор и он должен был выйти в презентации его 12 апреля на день космонавтов но к тебе говорить прошлого года киностудия Дорженко которая должна была заниматься монтажом ему в этом отказал мы теперь занимаемся сотрудничаем с Евросоюзом и вот он в прошлом году обратился в Министерство культуры в фонд кинематографистов и так далее но что-то ничего не получилось потому что 12 апреля прошло а премьера так и не состоят вы не в курсе событий по этому вопросу что любит можно объяснить что я знаю первый фильм кара сделал о королеве мне он очень понравился он мне понравился даже больше чем вот укротители огня потому что все-таки Лавров конечно потрясающий актер но он сыграл не королев он все-таки сыграл башкирцева как там потому что королев никогда не хватался на сердце ну я уж не говорю что там допущена такая ошибка которую нельзя допускать значит там есть сцена когда мать умирает что ли она еще жива была там я уже сейчас подзабыл но то что нельзя делать такие вещи вот и мне очень понравился фильм потому что вот актер он сыграл королева молодого королева а не башкирцева и мне это очень понравилось ну мы Леонов я помогали ему созданием этого фильма потом значит действительно он сейчас там вошел общественную палату ему я так понимаю помогала Леонов и палата но вот ведь идеализм какой ведь корольков воспитывался на Украине основной его как бы музей в Житовле еще улица и мент и музей в Одессе поэтому то что вот ну идиотизм что можно сказать столько глупости делается вот когда вступают в амбицию какие-то тем более самозванной политики так что будем надеяться что все-таки этот фильм будет и вторая серия и третья и что будем надеяться что она мне понравится Юрий Иванович вопрос способен ли потенциал России научный и технический создать такие летательные гипотетические аппараты которые были аппаратами нового совершенно поколения из пяти вам и второй вопрос есть ли гипотезы или научные разработки использования летательных аппаратов выше скорости света спасибо ну что касается нового аппарата во первых на Марс можно конечно лететь и на тех ракетах которые практически сейчас существуют то есть ничего нового не добавляя просто увеличив размеры корабля собрав один корабль из трех которые сейчас есть но считается что все таки лучше лететь на атомном двигателе есть такие проекты когда это энергетическая установка на конце длинной такой значит конструкции корабли вот здесь подальше и там очень большие плоскости чтобы сбрасывать тепло то и даже я читал статью что вроде бы вот на пути к этой вот установки двигателю якобы мы даже обошли Америку были раньше такие проекты атомного двигателя но американцы закрыли у нас где-то теплится но это не серьезное препятствие можно лететь и на керосине и кислороде тут если говорить вот возможности полета тут пока да вот было какая принципиальная потому что двигатель это все-таки не принципиально побольше корабль поменьше корабля это не принципиально а вот было другая потому что считалось что невесомость ну я летал невесомости месяц ребята летают полгода и врач поляков летал больше года чуть меньше полутора лет вот этот полет решил принципиальную задачу полета на Марс он пока мы ведь раньше что думали что человек невесомости а туда обратно значит там порядка 500 дней что у него кости значит станут или хрупкими или гибкими то есть кальция уйдет из костей и другие да и самое главное ведь мы здесь с вами как говорил Салковский что человечество как бы живет в колыбели но не вечно живет в колыбели пояса радиационные вокруг нашего земли и атмосфера защищает нас от солнечных вспышек они бывают очень сильные был случай когда в Канаде электричество вышло из строя вот у нас на борту есть мощное лекарство от которого больше пользы или больше вреда я не знаю но во всяком случае при вспышке его разрешают применять только по указанию врачей земли вот так что но вспышка ослабляется атмосферой и поясами а между Землей и Марсом нет ни атмосферы ни радиационных поясов и вспышка может не только от солнца нас достать но и из других межселенной и это будет как говорится мало не покажется как защитить непонятно значит ну вроде бы отчет издумать сделал убежище как во время войны были убежищем значит только были не от радиации отбум и свинца вспышка ее меряют земля предупреждает мы залезаем в это убежище из толстого свинца конечно это очень тяжело но это не принципиально и вспышка нас не застает казалось бы вопрос решен нет потому что как защищает от свинец он эту радиацию задерживает за себя одна спешка другая и это убежище превратится в источник радиации так что вот такая пока у нас есть неразрешимое и заметьте что сейчас первые олдлинн который был вот они тогда армстронки олдлинн первыми были на луне ну где-то года 2-3 назад он сказал что люди должны лететь на марс в одну сторону без возврата и когда возмутились он сказал интересное дело когда вы европейцы открывали америку вы же не мотались на корабле туда-сюда прилетели там месяц пожили потом обратно в европу вот так и здесь летите и живите там и вы знаете сейчас уже больше тысячи желающих полететь на марс я правда думают не потому что на марс так хорошо потому что здесь наверное становится совсем хуже вот и это они хотят делать как бы частным порядком почему потому что государство послать космонавтов на марс не решив проблему облучения не может потому что это с какой-то приличной вероятностью на смерть посылать а если он сам хочет так господи каждый день люди уходят до жизни по доброй воле пусть уходит значит может им там кажется лучше так что вот есть проект который эту от этой радиации не защищает но обходят ее вот те кто собирает деньги там все на этот проект в одну сторону лететь они если кто-то погибнет скажут извините они сами захотели сами напросились сами полетели сами погибли мы здесь причем вот такие какие-то тонкости так что не ходите дети в африку гулять еще вопрос пожалуйста георгий михалович вам в жизни приходилось принимать очень много и порой самых непростых решений хотелось бы узнать принимая те или иные решения какими принципами вы руководитесь в жизни спасибо да приходилось узнаете одно из таких решений было когда в открытый космос выходили а через этот для выхода в открытый космос есть специальный люк там специальные державки подножки разъемы медицинские все для выхода а мне пришлось вырезать не через люк а через стыковочный узел где не за что не на что встать не за что взяться ну кое-что там сляпали сделали но мы понимали что да а самое это главное что этот люк должен был открываться только тогда когда с той стороны корабль и с этой стороны станция между ними никакой разницы давления нет и значит и там и там воздух и за знаком давлением а я там лежал из полного воздуха станции в пустоту и было понятно что этот люк будет не так то просто открыть и мне в помощь наши конструктора сделали такую штуку значит вот такой инструмент которым медвежатники то есть грабители сейфов вскрывали сейфы вот пошли ребята в музей криминалистики посмотрели значит конструкцию этой фонки и только сделали мне не зуббиропистой стали а из титана и у меня вот было это фон чтобы открывать этот люк и ну там кислорода немножко не хватило там еще были всякие мелкие сники а потом когда я открыл то я открыл этот люк именно этой фонки потому что просто так он не открывался вот он приоткрылся вот так и все больше не открывается а я же не могу эту щель пролезть вот я в такой большой вот и тогда а фонка уже не помогает она маленькая вот и тогда мы с манянкой Юрой я вцепился в этот люк он схватил меня за ноги и мы по-русски на раз-два взяли стали дергать этот значит люк и открыли может быть надо было раньше задуматься мы задумались когда открыли а что делать дальше потому что если мы вылезем и будем там работать и стратим кислород а на обратном пути этот люк как он не открывался так вот и не закроется тогда нам конец станции конец а программа только началась она рассчитана на много лет а через час она закончится вот и вот надо было принять решение лезть туда или не лезть и я очень любил фантастику она меня собственно и позвала в космос и у стругацких была такая сцена когда летчик привез десантника на чужую планету и там такая стихи, песня значит что-то яркой молнии крутой зигзаг черного вихря взлет злое пламя слепит глаза но если ты повернешь назад кто же пойдет вперед и второй куплет недобрый взгляд струсил десантник тебе губы скривил пилот струсил десантник тебе говорят а если ты не вернешься назад кто пойдет вперед знаете вот когда-то это написали стругацкие а у нас это все реальность если идти надо возвращаться а гарантии нет и чтобы вот хороший вопрос задали потому что что бы мы не решили если проиграли мы виноваты любое решение нас можно обвинить вот это одна возможность ну я пошел Юра меня страховал было другой такой же случай вот практически как принимались решения идет на нас первый грузовик у нас фактически тогда сейчас там системы контроля новая система управления можно перехватить этот грузовик и вывести на себя с помощью новой системы управления все а у нас тогда ничего значит пара приборов иллюминатор какая-то ручная такая сеточка нам сляпали и опять та же ситуация на тебя идет эта штука там воду там вода там приборы там пища но там тонна самовоспламеняющегося топлива значит с одной стороны тебе надо чтоб она тебе пришла тебя толкнуло значит но не разбила с другой стороны если она тебя толкнет сильно то и от тебя ничего не останется и отстанутся ничего не останется и от этого корабля ничего не останется а поскольку таких объективных настоящих контролей как сейчас не было нам дали такую бумажку страничку варианты значит если угловая скорость такая-то а линейная такая-то боковая такая-то надо вот такая-то надо вот так-то и такая вот получила ты должен по ней идти и смотри но ты не успеваешь тем более что у тебя нету ведь меня не боковой скорость и угловой скорость ты это должен почвенно определять пока определяешь уже это событие значит на другое поменяется и вот как мы принимали решение значит юра командир он бедный сидит но это невозможно но это невозможно тем более там надо секунду все если это там пока да 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 если это сюда до сюда если это от него пар идет а я стою рядом так смотрю безразлично а вот смотри вот если он будет вот так вот так и вот так ты что будет чтобы не было ситуация я сделаю только одно я схвачу тебя за руки и не дам тебе ничего не вот так она идет так или ударит на что на это состыкуется значит состыкуется убит еще с ума сошел к нам же управлять на возможности грамотно управлять этим кораблем у нас нет и когда вот не дай бог будет авария или у нас ударит или пройдет мимо и не приведет нам воздуха то потом в 10 институтов течение 10 месяцев на 100 электронных машинах все варианты обсчитают и через 10 месяцев из этих институтов придет вопрос а почему вот это не почему вы вот топлив или решение они вот это поэтому я думаю все равно нам отвечать придется чтобы мы не сделали ну значит я считаю мы должны просто довериться автоматике и чтобы получиться вот так принимать решение дорогие друзья три последних вопроса пожалуйста только покороче пожалуйста будьте добры несколько лет назад я слышал преподавателя престижного возраста который назывался ученым такую историю когда американцы проиграли войну во вьетнаме северную вьетнаму то они из-за того что уже делать больше нечего то решили долбануть по северному вьетнаму атомным оружием но у них не взлетела ни одна ракета с ядерными бомбами он это связывает все с пришельцами было ли это так на самом деле и ваше мнение я думаю что этого не было мое отношение к я у меня целый шкаф книг про нл о я даже сам организовывал экспедицию когда этот американец сетчин в своей книге привел снимок сидящие тарелки на синае я организовал туда экспедицию его самого сетчина туда пригласил вот то есть я к чему я всю жизнь не просто рисовался тарелками но и пытался активно их искать и думать и разбираться встречаться с теми кто свято верит в налог я даже состою в их обществе астронавтов прошлого вот там и деникин там и наши ребята значит я вот сейчас пришел к такому выводу после того как много лет я этим занимался что до что-то летает что никому не понять то ли это плазма то ли это тут то ли это стали то ли это пилотируемая то ли это не пилотируем то ли это с другого значит другой галактики то ли это и другого измерения то есть вот прийти вот за эти первые видала наблюдали в 1947 году американские летчи на счет считайте сколько там 60 70 лет прошло за эти годы в разных науках геном человека нашли лазеры оперируют глаза электроника микроэлектроника стала вы знаете я был на нашей советской выставке в югославии где мы демонстрировали модем это ну мы туда лучшее привезли да так вот этот модем был с прикроватную тумбочку а сейчас этот модем его можно и увидеть то есть я к чему планю что во всех науках настоящих науках достижения громадные стволовые клетки а и дыло как мы ни черта не знали сорок седьмом году так и сейчас не знаем кроме того что они летают что они делают и что ли не делают что они помогают что не мешают мы толком не знаем поэтому я не очень верю то что там они спасли вьетнам хотя мне очень нравится но я в это тоже не верю что летел тунговский метеорист и должен был разрушить мой родной ленинград но инопланетяне зная что мы еще сами дураки не можем защитить землю в якутии под такими котлами спрятали оружие это оружие разнесло в клочья значит этот аппарат во вредной и ленинград спасся и я родился поэтому все таки я верю что когда-то к нам кто-то прилетал правда у меня почему-то не откуда-то там издали из созвездия там стрельца или плея там или ориона а все-таки мне кажется из другого времени то есть мне кажется что если вот это что-то летает то это мой только мы земляне через тысячу или через миллион лет прилетаем на землю или наоборот из своего прошлого достающие будущее и мне очень нравится такая это не наука это не гипотеза но мысль такая казанцева что если можно эту скрепочку значит вот скрепка представьте себя да мы берем эту скрепку и разгибаем она становится прямой и тогда мы говорим вот на этом конце прошлом а вот на этом конце разогнутый скрепки будучи ну и время идет теперь мы сворачиваем обратно скрепка ну подумаешь что она стала непрямая все равно время идет от конца которая прошла и концу которая будущее а вот на этой скрепки у нас есть двух местах где одно течение времени рядом с другим и иду и в другом месте так вот казанцев замечательный наш автор к сожалению лучше мире он сказал вот в этот момент из прошлого настоящее может летающая тарелка перелететь соль в какой-то коллизии а из прошлого к нам может снежный человек или людей но вот мне все это очень нравится но только как игра мысли о том что на самом деле они защитили нашу землю от тунгусского метерида что они спасли от бомбардировки вьетнама ну я все таки хоть какой-то но доктор физмат наук какие-то у меня есть награды научные достижения и я уж очень так лихо не могу себе позволить уйти чтобы вообще логику потерять так что я ошибаюсь но вот я остановился на том давно прилетала потому что есть на земле сооружение вот я же не просто сижу на месте я буду что он хендер и в разграре и на мальте и найдется вот там же гигантские сооружение вот в бальбеке тысячи тонны кирпич и из него сложно на там фундамент храма сейчас у нас нет таких подъемных граммов чтобы поднять в тысячу тонн поднять наверх и сложить два таких кирпичика так чтобы между ними нож не проснулся я всегда считал что это преувеличение насчет надо нет не смог я проснул то есть то что когда-то тысячи лет тому назад вот кто-то мог это делать а мы сейчас не можем то я считаю что все таки мы не первая цивилизация на земле и не сам как раз что вся эта дурость с однополыми там браками и прочее прочее все таки мы по-моему глупее его не умнее вот но когда-то на земле были более развитые цивилизации которые вот сейчас же считается что в индийских летописи есть описание ядерной войны и и этот махер джадара по моему его смотрят там все оплавилось значит вроде бы он пострадал от ядерной катастрофы нападение вот так что было более рада цивилизация наверное кто-то прилетал посещал а то что вот сейчас летают летают с тарелки похищают женщин и они от этих пилотов-старелок беременны ну мне кажется в это даже муж я уже сейчас не верю спасибо и два последних вопроса скажите пожалуйста существует мнение что человек когда находится в космосе у него расширяется сознание и появляются другие необычные способности это так это правда я считаю что это правда понимаете как говорится проверено на себе вот я все-таки у меня способности вот немножко выше среднего но далеко не самые лучшие вот скажем у нас был такой тест когда принимали космонавты нам называли десять слов подряд не связанных между собой смысл и надо было их один за другим повторить я смог повторить только 7 и к счастью норму было 7 а вот другой космонавты он все десять повторит то есть память у него было лучше мои и другие качества там оперативные все а когда я работал в космосе я вдруг обнаружил что я помню два-три раза как минимум лучше чем на земле то есть мне сообщали программу на день и и я им все запоминал я как-то не сразу на это обратил внимание но потом все-таки удивился потому что с моими обычными способностями это не было нельзя сделать вот а потом его чтобы вот мы сейчас с вами все-таки живем на земле и сила тяжести тянет кровь ноги а сокращение мышц но выжимает кровь обратно и у нас установилась равновесие вот то которое есть а в космосе силы тяжести исчезает и выжимание крови из ног остается оттуда больше нас ничего не тянет это муж потом перед посадкой чтобы к этому опять подготовиться специально одевает там такие штаны закачиваем до отсасываем воздух общем целое устройство большое так вот когда кровь переходит в голову это кровеснабжение улучшается пусть увеличивается снабжение сосудов мозга кислородом и мозг начинает работать гораздо лучше и соображалка и память но был такой космонавт левченко это вот из этой волчьей сайи то есть те подготовились к полету на буране волк слетал в космос левченко слетал в космос а буквально через полгода он умер что оказывается у него в голове была опухоль маленькая не раковая который если бы он не был космонавтом он бы жил до ста 19 лет и не чтобы это а вот это вот насос который кровь спустил в голову он активизировал эту опухоли это опухолево убил так что вот я уверен что вот такое переследие крови с одной стороны делает тебя более умственно работоспособным но с другой стороны может вот обернуться таким тяжелым случаем заключительно пожалуйста вопрос а вы спускались как а вы спускались вы падали точнее на спускаемый капсуле в тубру нет в тундру залетели леонов и беляев значит там у них так получилось что когда им надо было спускаться то у них казалось автоматическая система ориентации а там обязательно надо затормозить корабль чтобы он как ты правильно говоришь начал падать на землю а систему которая должна была развернуть корабль против движения не сработала и тогда им пришлось вручную разворачивать корабль ошибиться там нельзя потому что если ты вместо двигать ориентации двиг на торможение дальше на разгон то на землю вообще не вернешься ни на космодром диктуру не домой вот значит надо быть абсолютно уверенными что ты даешь имбульс на торможение а им было плохо видно вот со своих мест креслах там было плохо видно уверенности то что ориентация правильно не было и тогда леонов вылез из кресла и у этого визира ориентации сидел и подсказывал командиру беляеву такая ориентация и когда ориентация была абсолютно правильная он сказал давай и командир включил двигатель но всегда есть два конца то есть оборотная сторона медали он вылез из кресла центровка в корабле нарушилась и в результате импульс пошел не через центр тяжести корабля а рядом возник момент этот момент повернул корабль и корабль и корабль не сел где ему положено было а пошел в богу богу бог и сел в лес причем это даже не тундра там был лес очень высокий там 20-30 метров сосны и они туда сели и к ним подлететь нельзя то есть там негде сесть там эти деревья стоят и вертолет честь не может а им после полета если вертолет далеко туда найти тяжело им потом они замерзают значит и начали бросать вертолета теплые вещи эти вещи на деревьях и не значит им не досталось и вот так длилось по моему два дня двое суток в это время для деток сообщалось что они находятся на курорте отдыхают после полета на полу вот такой них был курорт но потом к ним пришли в частности их друзья и рабочие расчистили спилили деревья рядом с их местом где они сели расчистили для вертолета площадку там сел вертолет им дали лыжи они на лыжах до вертолета дошли и из этого курорта улетели к себе полет был очень тяжелый но в общем леонов конечно прошел по краю но победил остался жив я потом выходил он выходил в открытый космос в новом скафандре до него никто не бы но это был демонстрационный скафандр и аппарат для выхода в открытый космос я выходил в рабочем в котором сейчас все работают но он тоже новый был и там тоже были свои заморочки но в общем конечно такой тяжелой ситуации как у леона у меня близко не было у меня единственный выбор когда значит мы с романенко работаем кругом пустота все и вдруг я слышу воздух свистит из скафандра выходит первая мысль конечно что дырка вскоре то ли какой-то острый угол то ли микрометеорит и если очень маленькая дырочка там у меня есть такой рычаг что если его нажать то сразу весь кислород который у меня на 6 часов за 15 минут будет пойдет скафандр но эти 15 минут скафандр будет надут и у меня будет возможность вернуться в санкцию а если дырка большая уже все уже не вернешься и в общем было страшно просто потому что свистит воздух давление по манометру падает и что делать пальцем не запьешь не видно слышно не видно где-то вот но потом мы заметили что там вот та регулировка который воспользовался в свое время леонов когда сбросил давление там две ступени было правильно сделал что сбросил на нижнюю ступень хотя это было рискованно и мы заметили что этот рычажок сдвинулся мы вернули этот рычажок в нужное положение свист прекратился значит все в порядке но минуту наверно было страшновато и эта минута длилась долго ну хорошо я прошу понимание побыстрее пожалуйста подходим